Просто пытаться улучшать существующие механизмы, конечно, ну, скажем так, путь крайне затратный. У нас нет, что называется, не так много денег, не так много, в большом счете, времени, чтобы пытаться исключительно не менять каких-то основ, да, то есть фундаментальных, просто в рамках того, что уже сложилось, чтобы уменьшать, я попытаюсь показать, и попытаюсь сказать, к чему надо двигаться. И начну я, наверное, с такого достаточно, ну, может быть, умышленного, чуть более интриганного, чем надо, тезиса, хотя, на мой взгляд, не очень сильно. Если скажу, что давайте посмотрим, ну, на статистику, или просто вообще на информацию, да, так сказать, который располагает, в частности, экономисты. Нужно же всегда понимать, когда мне не удастся будет информация, ну, во-первых, какого она качества, да, повторив, собственно говоря, а для чего она нужна. И вот если в этих, мне кажется, двух плечевых косяках, так сказать, рассмотреть ситуацию, то как мне представляется сейчас, понятно, что оценки, так сказать, очень такие приблизительные, но процентов 20 из существующей информации можно отнести к тому, что и востребованная, и обладает, ну, в общем, достаточно приемлемым уровнем качества. И большая, вообще, проблема есть, как в том, что достаточно много статистики, опять же, в видеокровостаток, да, либо… А что такое, мне непонятно, я математика, качество информации? Качество, ну, понятно, это комплексная, так сказать, характеристика, но в данном случае, ну, может быть, куда сказать, точность, доступность, оперативность, я бы так назвал. Ну, давайте мы будем послушать. Под качеством мы понимаем то, что оно отражает именно, надо сказать, то, как называется в этих строительных действиях, что вот именно это и отражается. Причем, в принципе, об этом, по сути, делается. Так вот, как мне кажется, проблемы действительно очень большие, как с качеством, так, собственно говоря, и с востребованностью. Причем, это взаимосвязанные вещи, и взаимосвязанные, ну, я так сказал, не только в том смысле, что, там, плохое качество порождает востребованность, все сложнее, я тоже про это чуть позже скажу. Могу сразу привести примеры, хотя, может быть, к этому, может, стоило бы вернуться чуть позже, но, может быть, вернемся. То есть, вот, пример для такого рода статистики, ну, пример статистики Росказа, в данном случае, вот, ее много. Я, может быть, давайте взглянусь здесь, действительно, в этой табличке, где уже, может быть, потом еще позже поговорим. Но основная проблема, которую я бы хотел подчеркнуть, что, понимаете, ну, может, понятно, что, в принципе, банальная, как бы, речь, да, ну, вот, качество, там, высокое, там, ну, что делать, там, ну, все равно, может быть, можно пользоваться. Вот я попытаюсь показать, что есть большие блоки статистики, где качества, ну, так сказать, его, как бы, вообще нет в том смысле, что, в том смысле, что, отвечаю на наш вопрос, да, что статистика отражает какие-то другие, так сказать, явления. Понятно, что сегмент не очень большой, но, тем не менее, уж очень он выглядит. Давайте вот посмотрим. Сектор такси. Вот статистика Росстата. Росстата. Что у нас все последние годы было в районе, там, 20-ти, чем-то 30-ти миллионов поездок. В 16-м, 17-м, оказывается, выросло до 44-х миллионов поездок. Тем не менее, один только Яндекс, когда обнаружил информацию, впервые там, у него оказалось уже в 95-м миллионах поездок только в 16-м году. А в январе 2018 года объединенная компания Яндекс Удрако, как известно, только в январе сделала 62 миллиона поездок. Разного рода экспертные оценки, которые существуют, показывают, что у нас около 2 миллиарда поездок, не меньше минимальная граница, у нас 2 миллиарда поездок в год. Официальная статистика 44 миллиона. Вот каков разрыв. Более того, в экономическом возрасте в 1991 году у нас было 526 миллионов поездок в России. То есть это означает, что по данным Росстата у нас более чем на порядок упали поездки в такси. Но на самом деле, вот теперь если мы говорим о качестве, да, что это такое? Все понятно, что это такое. Статистика Росстата в данном случае отражает, как говорится, поездки, которые фиксируются, ну, грубо говоря, кругом крупных средних предприятий, по большому счету, в год. Которые относятся, ну, ко мне, которые заполняют соответствующую форму, так, понимаете. И огромный сон не просто ненаблюдаемых, в смысле, я имею в виду нелегальных, нелегальных, всех мы вообще не разматриваем. Я говорю только о легальных беремых поездках. Так вот, и все вот эти нелегальные поездки, которые, ну, практически, ну, не отчислены, просто потому, что это вот такие, ну, скажем так, микрообретриятия формальные, вот, они всю эту разницу делают. Поэтому, по сути дела, вот эта траектория эксплата со 26 миллионов поездок, вот, в том уровне, на котором они наблюдают, ну, как бы, в принципе, это статистический указатель. И он отражает долю, ну, условно, так, приблизительно, да, долю крупных и средних компаний на рынке этих такси без учета агрегаторов. Вот что он отражает, а не реальные перемычные такси. Тоже, пример, к 2015 году, вот что делать на Витику в такой ситуации, давайте вот расскажите мне. Если меня спросят, что у нас было с производством спортивных товаров в 2015 году, в 2018 году, то, чтобы сказать, в 2015 году это был крупный действие, поэтому такая, ну, такая, ну, такая, ну, такая ситуация более и более интересная смотреть. Значит, посмотрите, оперативные отчетные данные, цикру с выпуска физического выражения, минус 24 процента. Оперативные отчетные данные по окружной продукции в текущих ценах. 7,6 процентов, плюс 7,6 процентов, по окружному среднему, плюс 4,5 по окружной продукции. А индекс цен при этом 14,6, то есть, грубо говоря, дефлетированием, мы получим, там, ну, спад на небольшой, в районе 10 процентов. Теперь, ну, там, давай представите, там, на тот момент, когда публиковался, оперативные данные минус 28 процента спады, уточненные данные плюс 4 процента спады. А потом, когда мы перешли на акварт 2 и произошло уточнение индекса по этой единице, выяснилось, что все-таки минус 4,5 процента. То есть, вот, это та информация, которая располагала аналитика, как бы, о производительности в аргентах товаров на системе рации. Опять же, ну, как бы, я могу объяснить все эти цифры, откуда они взялись. И, собственно говоря, одна из основных проблем, с которыми здесь приходится сильно бороться, это то, что сами предприятия, например, могут очень сильно уточнять собственные же представления о том, сколько они произведут. А что это, как проблема, обострилась вот сейчас, после перехода на новые цифры, и, собственно, сейчас она является чуть ли не основной проблемой, но, как бы, для точности расчета индексы в том производстве. То есть, уточнение данных с одним предприятием, это отдельная большая проблема, в принципе, что с ним делать. Но все равно, вы понимаете, как вам сказать, так, там, 18-й год мы пропустим, он, в принципе, похож. Или, вот, смотрите, вот это масштабы накопленного уточнения за год индекса производства по видам деятельности по Москве в 16-м году. Опять же, 16-й год сделан специально, выбран специально, потому что в 17-м году ситуация улучшилась из-за стены классификатора. В этом смысле, 16-й год, вот это бы лучше, чем то, что было потом. И вот мы, если посмотрим, да, вот этот год, каковы, это десятки процентных пунктов по некоторым видам деятельности. Опять же, проблема в чем? Проблема, ну, вот, я бы так сказал, вот здесь я бы отметил, что, понимаете, как сказать, проблема вне-то более фундаментальной. Дело не в том, что вот Росстат, как бы, только вот, один только Росстат в этом виноват. Проблема в том, что сама, ну, как сказать, жизнь сопротивляется, если угодно, вот, измерению на таком развитии. Это не сих пор, так сказать. Если мы хотим действительно серьезного улучшения, сначала нужен диагноз. И надо вот назвать вещи своими именами, не бояться, так сказать, что это делалось. И я бы так сказал. В этом смысле Росстат, как мне кажется, он даже, ну, избыточно скромен. Почему? Потому что, говорю, целая масса проблем, это вот не потому, что вот, там, Росстат плохо делает свою работу. И целая масса проблем, она там гораздо глубже. И вот пересчет предприятиями своих данных, точнее, масштабнейший, это только один из, одна из причин. А вторая причина это то, что просто вот Росстат оказывается зажат некими противоречивыми требованиями с разных сторон. Ну, с стороны, с органов власти, которые, например, хотят, просто вот, ну, хотят, им надо. Например, видеть индекс промышленного производства помесячно по субъектам РФ. Вот такое есть желание у, например, там, Министерства экономики, там, или еще у кого-нибудь. И при этом Росстат почему-то, ну, третье, не объясняет людям, которые этого хотят, что, понимаете, если вы действительно хотите вот именно такой индекс, именно в таком разрезе, именно с такой частотностью, вы должны увеличить, условно говоря, финансирование на подготовку этого индекса, там, в 10 раз. Тогда у вас будет индекс должного качества. А если вы хотите в рамках существующего финансирования, то, извините, у вас будет либо все-таки, если по субъектам, то не по месячным, а хотя бы по квартальным, или давайте мы тогда откажемся от индекса для половины субъектов и будем для них считать, так называемый, ну, оценочный индекс промпроизводства по упрощенной методике. И, так сказать, а не по стандартным упрежденной, которые сейчас есть. Либо еще давайте искать какие-то вот варианты, но просто вот как бы семь шапок изорции, что называется вот, ну, и крышняка. В этом смысле, как мне кажется, что надо делать, я уже как-то тактически, по-моему, последний. Представьте мне, да, что, на мой взгляд, нужен такой вот контрольный, содержательный аудит статистический. Очень серьезный. И тут просто надо прошерстить, так сказать, от начала и до конца. Все, начиная, так сказать, от статфон, с одной стороны, да, а с другой стороны, начиная, собственно, от задач. Какие задачи должна решать статистику. И вот здесь, к сожалению, мне кажется, что наши органы, так сказать, исполнительные власти, они, пожалуй, что и не готовы квалифицированно корректировать свою, ну, как бы ставить задачи, и вообще, говоря, корректировать вот эти задачи, которые они ставят, в соответствии с реальными возможностями по сбору, так сказать, необходимой информации. Здесь вот есть огромнейший развитие, мне кажется. Потому что, понимаете, когда, ну, это я как пример, да, приведу, когда, например, где-то там наверху возникает идея мониторить уровень технологического развития по квартальному режиме, и разогнатуются соответствующие итоги, начинают считаться какие-то показатели. Вот, понимаете, ну, это вот проблема, как говорится, того, кто формализует так задачу. Потому что любому нормальному, адекватному человеку, который будет столько в химии, понятно, что в по квартальному режиме мониторить уровень технологического развития бессмысленно. И таких, так сказать, примеров массы, собственно говоря, вот одна из проблем, которой мы удивляемся статистикой, в том числе и эта, что ставятся какие-то совершенно неадекватные задачи, и надо как-то выполнять, ну, вот как-то они выполняются. Поэтому, вот, с одной стороны, нужна, конечно, очень сильная такая, ну, как бы, вот увязка тех задач, которые мы решаем, и, в принципе, тех возможностей, в том числе статистических, которые, ну, и стоимость вообще всего этого процесса. Поэтому, на мой взгляд, вот тоже, с чего нужно было бы очень неплохо начать, ну, так сказать, вот есть обследование, там, предприятия, домохозяйства, еще один интересный, да, хорошо было бы провести обследование потребителей статистики, которые мы никогда не делали, ну, и сыскать в том числе. Ну, и сыскать в том числе. Потому что без этого, понимаете, ну, как бы, о чем мы говорим? А потом уже дальше адаптировать, собственно, наши статистические возможности под решение тех действительно серьезных, нормальных задач, которые надо решать. Ну, давайте, там же еще вопросы. Да, мы говорили после блока, вот, вопросы. То есть, сейчас пока... Да, кстати говоря, вот Владимир Алексеевич Савельников, на мой взгляд, это классический пример того, что сделала статистика с нами, значит, аналитиками, экспертами и так далее. Потому что я уже в Росстате его пример привожу и среди коллег. Потому что, значит, грубо говоря, макроэкономист, отраслевик, межотраслевик, прогнозист и так далее переквалифицируется в статистика. Значит, 90% времени, когда вот я вижу, как он работает у нас, да, на миссии, он занимается анализом статистики. Значит, ну, доколе, в общем, на самом деле, это не его задача, он не должен этим заниматься. Но, вот, к сожалению, или к счастью, может быть, для нас всех занимается. Но с этим нужно заканчивать. В общем, пусть он займется своими непосредственными, значит, обязанностями, которые у него гораздо лучше и могут получать.